Мам, ну как мне уговорить его с собой поехать? Ну чё я там одна буду делать, а? Да почему одна? Там люди кругом. Ну какие люди? Ну как я с ними говорить буду? Жабарли не парли? Нет, он специально так делает. Я поеду туда, а он здесь... Мам, скажи мне, он не хочет со мной ехать или не может, а? Как ты мог так поступить со мной? Ты растоптал меня. Это наш последний разговор. Я покончу с собой. Скотина, что сначала обещал? Мам, скажи мне, Вадик может или не может со мной поехать? Да, Вадик, всё может. Ну вот видишь, я хочу с тобой поговорить по душам, по-человечески, а ты упёрлась в свой сериал. Ну сейчас, ну кончится, подойдём, не поговорим. Да, конечно, там страсти великие кипят, не то же, а у меня ерунда. Ерунда. Она всё-таки наглоталась натворного. Ужас, 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 не успеет он на ужин, будет есть всё остывшее. Хильдебранде, теперь, когда я стою на краю могилы, у нас с тобой сын. Ты найдёшь его. Он так на тебя похож. Такой же эгоист. И такой же красавец. Прости меня за всё. Ты идиотка, видишь, идиотка. Мало того, что отравилась, ещё и просит прощения у кого? У тараканов с усами. Да она так любит его без памяти. Тургенев сказал, если хочешь стать счастливой, научись сначала страдать. Кто сказал? Тургенев, мама, писатель. А кому сказал? Знаешь, что, если так сказал, пусть самый страдает. А мы с тобой, галочкой, страдать не будем. Ну-ка, покажи, какой я, Турчик. Тобе увлечён. А что? Мне нравится. Красиво. Брат, а вот мне как-то не верится. Мне кажется, ты сам себя обманываешь. М? Ты-то о чём? А провинциалке? Мне не верится, что тебе так всё по барабану. Ну да. Мне обидно. Обидно, что я проиграл. Да нет, а почему проиграл? В некотором роде даже выиграл. А таких принципиальных нужно держаться подальше. вся такая с виду девочка-колокольчик, ни разу не звеневшая в душе, прокурор, десять лет строгого режима. Брат, а ты о ней только говоришь. Допрыгался, да, влип? Ну ладно, не кричи. Нина спит. Спи. Ну, ты тоже спи, если получится. Опять всю ночь будешь рыдать в подушку. Мам, вот я подумала, если я его сейчас прощу, он меня и дальше будет обманывать. Танюш, а может, он искренне раскаивался? Вроде бы да. Ну, врал-то он тоже искренне. Мама, на голубом глазу, как так можно? Я не понимаю. Так, давай спать ложиться, утром вечером мудренее. А то нам вставать и свет не заря, пока первый Рыбкин не приплывет к холодильнику. Ой, как хорошо. Я, Танюха, всегда рано встаю. Проснусь, лежу, чтобы тебя не разбудить. Вспоминаю, думаю. Так часто тебя маленькой вспоминаю. Такая озорная была. Привет! Это я. Не разбудила? Привет! Это я! Не разбудила? А почему шепчешь? Не совсем один или совсем не один? Я брата не хочу разбудить. Точно? Ну тогда шепчи. Это очень эротично. Я прямо чувствую, как твои губы щекочут мое ушко. Татьяна, что ты со мной делаешь? Это нечестно. Ну почему же нечестно? Я с тобой еще пока ничего не делала. А когда ты придешь ко мне, сделаю. Поможешь мне с курсовой работой. Такая молодая и такая корыстная. Эх, молодежь. Это я-то корыстная. Ну конечно. Честно, девочку обидеть легко и приятно. А я совершенно бескорыстна, можно практически даром сказать. Хотела устроить тебе встречу с моим любимой папочкой. Поэтому мы поедем не на дачу ко мне домой. Многие, очень многие, ухватились бы за эту возможность обеими руками. Но раз ты не хочешь помочь бедной девочке с курсовой... Я сейчас заплачу. Ты меня совсем разжалобила. Я так и знала, что многочисленные победы не вскружили тебе голову. И ты остался все тем же чистым, бедным, добрым, наивным мальчиком, что и раньше. Спасибо тебе, добрый человек. А теперь ложись спать. И в благодарность за твою доброту тебе приснится прекрасный сон. Я приду к тебе в нем, и мы будем заниматься только чертежами. Мы хотели жить, любить и быть одной судьбой. И наше счастье не делить ни с тем другим, ни с той другой. Но бывает так, что все меняется потом. Чужая ревность, как беда, ночным дождем приходит в дом. Две волны друг друга снежно обнимают две любви. Под ним огнем ночи сияют две души, Как две весны, как я и ты. Пусть даже не судьбы, лишь корабли в открытом небе. Две любви живут, а значит есть на свете. Я и ты, и я и ты. Я и позвонил-то. Случайно. Ни за что бы не подумал, что такой большой человек, как ты, работает по субботам. Если хочешь быть большим человеком, нужно не обращать внимание на календарь. Как пахнет. Это с чем? Я думаю, с судаком. Нравится? Угу. Слушай, мать как узнала, что я к тебе иду? Прилипла, как банный лист. Отнеси, говорит Вадику, отнеси. Тетя Тома, узнаю руку мастера. Что ты? Быть бы ей шеф-поваром в каком-нибудь приличном ресторане. Ну, в ресторане не в ресторане, а какую-нибудь фирму приличную, она бы спокойно могла обедом и кормить. Вот, например, такую, как твоя. А я бы привозил. Нет, серьезно, подумай. Недорого, вкусно. Сотрудники твои никуда не бегают, жуют под твоим присмотром. Экономия времени и денег. А, Вадик? А если ты захотел бы какого-нибудь там, не знаю, шишку к себе в гости позвать, ну, то мама с тетей Верой такого бы приготовили, у твоих гостей глаза на лоб полезут. Понятно? Глаза на лоб? А что, хорошая идея. Собрать всех конкурентов в офисе, а тете Тамарами пирожки с мухоморами. Не, ну, предложение хорошее, да. Я подумаю, ладно? Боже мой, как подумай, сколько всего надо? Прямо руки опускаются. У меня же ничего нет. Галь, это приятные хлопоты. Ну, вот смотри, чемодан нужен? Нужен. Сумка новая нужна? Нужна. Что там, перчатки? Что еще? Купальник нужен. Купальник? Нет, купальника. Смотри, выбирай, Галь. Вот зачем я туда еду одна? Смотри. Ай. Ну, что ты гундишь, а? Тебе судьба такой подарок делает. Была бы я на твоем месте, только бы меня и видели. Вот если бы Вадик со мной поехал. Померяешь? А, поеду туда одна, а там какая-нибудь девица вроде нашей саратовской сестрицы. Арканта на него и накинет. Ну, что ты... Ну, что ты говоришь-то, Галя? У Тани совсем другие цели. Слушай, слушай, а у меня знаешь что? У меня, значит, такая же ебка была. Я ее лет десять назад покупала. Только она покороче чуть-чуть была. Смотри. Вот. Думаешь, Вадику понравится? Ну, что ты прицепилась к этому Вадику? Ну, ты посмотри на себя. Ты молодая, красивая, талантливая. Ну, ты еще столько мужиков отхватишь всех. Да что ты говоришь такое? Во-первых, на Вадика столько лет потрачено. А во-вторых, ведь ему без меня плохо будет. Ну, что, дети мои? Я могу вас оставить со спокойной душой? Не подеретесь, а? З мене досить. А, Миша, я думаю, интеллигентный парень. Может, с ним как-нибудь найдем общий язык? Я же украинский. Так, Миша, ты давай заботься о нашей гости. Захочешь сладостей? Деньги, вот, держи. Да, в магазин сходи сам. Ты представляешь, что будет, если соседи увидят нашу Ниночку? Ха-ха-ха. 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 В Москве и Московской области наблюдается слезотечение. Не забудьте зонтики. Ха-ха-ха. Ну, ты чего? Да у вас вы со мной как с принцессой носитесь. Думаю, я с вами всю закалку растеряю. Не, ну вот это зря. Тебе закалка понадобится даже с нами. Мы с Мишкой тоже, понимаешь ли, не сахар. Особенно… Особенно не я. Да уйдешь ты наконец или нет, ты уже достал. Все, все, ухожу, 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 ухожу. Я и так опасен. Ниночка, у меня к вам будет просьба. Ну, повлияйте вы на этого балбеса, ну. Мамочка, мне сегодня так хорошо спалось после вчерашнего нашего с тобой разговора. Ты меня так успокоила. Ну и слава богу. Решила, что с Сергеем будешь делать? Мамочка, ну я же строитель. Уж как-нибудь наши с ним отношения я точно смогу выстроить. Тем более, что в ваших отношениях прекрасный фундамент. Угу. Вы ж нравитесь друг другу. Ну, конечно, нравимся. Мам, я что подумала? Зачем мне ждать до понедельника, когда я могу сегодня все исправить? Слушай меня. У Сережи дома живет одна женщина. Ну, он сказал, чтоб она у него пожила, потому что ее муж избил. Она поживет у него временно. И я могу пойти ее навестить, понимаешь? Мама, что мне одеть? Вот это пойдет? Ты что, прямо сейчас собираешься идти? Ну, конечно, мам, ну прямо сейчас, естественно. Татьяна, вспомни, что сказал великий бомарше. Мам, ну конечно же, я помню, что сказал великий бомарше. Идем мы как-то тут с бомарше по Париже, а он и говорит. Ладно, мам, ну говори, что сказал твой любимый бомарше. Природа велела женщине. Будь прекрасной, если можешь, мудрой, если хочешь. Но благоразумной ты обязана быть непременно. Да, конечно, вот именно непременно. А ты знаешь, а мне больше нравится, как сказал Казима Прудков, если хочешь быть счастливой, будь им. А я так хочу быть счастливой! Татьяна! Привет! 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 Ммм, какой аромат, какая женщина! Просто Таня, мог бы не опаздывать. Богиня, прости, нужно было немного повоспитывать брата. Вот. Ну, чем я могу искупить свою вину? Ну, ты не волнуйся, я найду, как тебя наказать. Может, сядешь за руль? Я побуду штурманом. Нет, я сегодня не выспался, поэтому я сегодня буду штурманом. И постараюсь оправдать гордое звание Ивана Сусанина Московской губернии. Так что, когда через пару недель найдут наши изможденные... Нет, дышки, да, на это ты можешь даже не надеяться. Я так забила багажник разными деликатесами, что он еле закрылся. Так что теперь хоть в Сибирь. Ну что, шеф, вперед! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Здравствуйте! А можно мне яблоки и мандарины? Самые-самые лучшие! Да такую красавицу самую лучшую найдет! Спасибо! Красавица, у тебя, наверное, праздник, да? Костей и угощать будем! Сейчас сама в гости иду, ну, а праздник, надеюсь, что получится. А это Тяна, лично от меня. Килограмм. Давайте. Ну, надо же. И точно так же руками, как я, Маша. О, это ты сам сделал, да? Да, это элементарно. Хотите, я вас научу? Это очень просто. Ой, нет, я боюсь, сломаю. Ну, если не бить его ногами, не сломайте. Вы кого-то ждете? Ой, неужели, Янка, вы следила? Так, успокойтесь, сядьте, молчите, пока я сам поговорю. Вы меня уж, Миш, извините за вторжение, я так переживала за Нину, как вижу, что все в порядке. Слава Богу, молодец, что приехала. Привет. Спасибо тебе большое, спасибо, родное-дорогое. Так я не одна, с витаминчиками. Здорово. Ребята, а знаете что, давайте на радостях чайку попьем. Сейчас я заварю чайку, пойду, сейчас здесь сделаю. А я вас приблизительно таким и представляла. Добрый, красивый, обаятельный. Ну, вы проходите. Спасибо. Я постараюсь соответствовать. Ну, вы... Нет, брат, конечно, говорил, что вы красивая, но что вы настолько? Да? За что же не тая греха, кукушка хвалит петуха? Значит, он рассказывал про меня? Нет, он не рассказывал, он пел. Он пел гимны, дифирамбы, слагал оды о вашей красоте. И все? А я рассчитывала на больше. Шучу. Ладно, я пойду, помогу Нине. А Сергея нет? А граф, граф отбыли в неизвестном направлении, так сказать. Значит, субботние посиделки с друзьями, да? Ну, можно и так сказать. Ну, у меня уже мальчик взрослый, я его всегда отпускаю. Девчонки, угощайтесь. Вот, особенно удались бананы. Ну, присаживайтесь. Я пойду заниматься, мне надо готовиться, а вы тут поперемывайте косточки. Мне, моему брату... Больше нам делать нечего, как вам косточки перемывать. Правда, Танюська? Да. Так, значит, по-французски жаргон, сленг это тоже жаргон, но в англоязычных странах, а арго используется с целью сокрытия предмета разговора от посторонних. Зачем тебе это? Для факультатива по литературе. Вот, мам, например, ты знаешь, что такое тусовка? Да, ну, такое сборище или дискотека. Нет, это может относиться не только вот для сборищ, дискотек, для молодежи. Вы, например, с папой тоже вполне годитесь для тусовки. Ну, ты скажешь, мы с папой тусовка. Утрушенные, усушенные. Ну, тусовка это всего лишь встреча развлекательного характера. Или неофициальная встреча. Вот кто придумывает вам эти темы? Константин Романович. Ты же с ним знакома. Знаешь, он так интересно рассказывает. Я сначала думала, только мне интересно. А сейчас к нему, знаешь, сколько народу ходит. Ну, правда, мне пришлось немного помочь поначалу. Некоторых уговаривать надо было. А я вчера посмотрела программу про Австралию. Там, представляешь, помидоры три раза в год собирают. Никаких теплиц. Ну и что? Тепло там. Солнце круглый год. Ой. Интересно, в Австралию иммигрантов принимают? Ну, ты даешь, мать. Сначала крайний север по карте излазила, потом Дальний Восток. Теперь что, вообще собралась на другую сторону шарика? Я тебя спрошу, принимают или нет? Ну, я не в курсе. Наверное, принимают. А что не принимать? Тем более, если люди вон в работать умеют. А что ты вдруг? Там вон, полконтинента, сплошная пустыня. Мне все равно лучше, чем здесь. Знаешь, англичане туда раньше слали своих преступников. Представляешь, все население-то потомки воров и убийц. Не страшнее, чем здесь. Ой. Там так хорошо. Там тепло круглый год. Там такие пушистые мишки, кауни. Они листья едят. Живут на деревьях. И у них глазки такие. Черненькие, как бусинки. Ну, как игрушки. Только несмышленые. Ну что, сильно разочарован, что не застал отца? Ой, да я даже и забыл уже, что ждал его. Сейчас он явно был бы лишним. Так что же беспокоит тебя? Ты как снежная королева. Завлекла Каев в свою королевцу и теперь, Так что беспокоит тебя, мой милый мальчик? Ты, конечно же, прав. Это мое королевство, а ты мой мальчик. Только если я и королева, то совсем даже не снежная. А очень даже горячая. Так что же беспокоит моего мальчика? Ну, снежная королева поесть бы. Ладно, не плачь. Твоя королева накормит тебя. С сосульками? Вкуснятины. У Туси сегодня выходной, так что готовить буду сама. Не запугаешь. Знаешь, ты... Первый мужчина, с которым я осталась в этом доме наедине. Ну, не считая папы, конечно. Скажи, так ты еще и цыганка, а? Да. А что ты там видишь? Да вот хочу узнать, почему ты согласился со мной поехать. Ведь столько раз отбивал мои наезды. И тут вдруг такое счастье. Ну, не вдруг. Скажем так, что ты взяла меня длительной осадой. Вот почему ты пригласила меня. А ты догадайся. Слушай, ну ты прямо расцвела. Тебя даже синяк не портит. Да? Расцветешь тут с такими ребятами. Что ты? Я вот вообще даже не думала, что есть такие сейчас замечательные, заботливые, порядочные люди. Вообще, удивляюсь до сих пор. Вот кто я им? Просто знакомая. А вот надо же, да? Сергей вообще не знал, куда меня посадить, чем угостить. Брату своему наказал, заботиться обо мне. Слушай, а тебе не кажется, что он за последнее время как-то, ну, как-то изменился? Ну, есть немного. По ночам вот плохо спит. Я видела. Значит, это он из-за тебя, да, красавица? По ночам бродит, не спит. Да нет, ну это ладно. Ты мне неправильно понимаешь. Так, так, я все правильно поняла. Бедный мужик измаялся. Место себе не находит. Так, подожди, а вот с этого места давай поподробнее. Вот как вы маете? Ты как? Надеюсь, не разочарован? Пока нет. С тобой не соскучишься. А с той, другой, тебе приходилось скучать? Это другое. Совсем другое? Господин следователь, я должен позвонить своему адвокату. Я просто хочу знать, почему ты поехал со мной, если ты все время думаешь о другой женщине. Ну зачем все усложнять? Ты пригласил, а я приехал. Достаточно того, что мы с тобой друг другу не противны. Не противны? А это твой единственный критерий в выборе девушек? Господи, боже ты мой. Как же для вас, для женщин важны слова. Я не то хотел сказать. А ты выражайся яснее. Вы хотите, чтобы я яснее выражал свои мысли? Не мысли, чувства. Это не одно и то же. Мысли, они из головы, а чувства, они от сердца. Ну так что же? О, просто не девушка, а цунами. Дай подумать. Думай быстрее. Ну что, по-моему, неплохо? Рыбкин и Ко. И козлы. Друзья мои, наконец-то мой талант предпринимателя и бизнесмена оценен по достоинству. И оценен он Вадимом Гориным. Можно похлопать. Прощай, никчемная жизнь. Перед нами прямой путь благополучия. Мама, ты будешь шеф-поваром. Ну как же вы без меня-то? Значит так, начальником отдела снабжения назначаю Анну. Галю назначаю начальником отдела доставки и сервировки. Я Вадика лучшими кусочками кормить буду. Итак, наша семейная фирма это оазис честности, мира, благополучия, дружбы, любви в бескрайней пустыне частного предпринимательства. Естественно, что изменников и мародеров я не потерплю. А че я-то? Чуть что, так сразу я. Ничего. Тебя я назначаю начальником отдела охраны. А себе-то, себе-то придумал должен. Спокойно, мама. Себе я беру самое сложное. Я буду мозгом дело. Его честью и совестью. Совершенно верно. Его честью и совестью. У вас очень красивый дом. Ну, сейчас с чем-нибудь перекусим. Правда, к сожалению, у Туся сегодня выходной. Что-нибудь придумаем. Давайте я вам помогу. Ну что, вы гость. Располагайтесь жанточкой. Спасибо. Ой, мамочка, ну сейчас мы с тобой все помоем. Мухонька чистенькая будет. Скоро у нас все изменится. Бог даст, у Виктора все сложится. На всех работы хватит. Ну, знаешь, если только он не верет по поводу заказа, а было бы очень хорошо. Может быть, у них меньше времени бы на грызню было. Так тише ты, услышит. Да не услышит, мам. У нас родители. Ой, только по тебе все сложилось. А ты что, сомневаешься? Мам, у нас с тобой все будет отлично, все будет хорошо. Ну, смотри, на работе меня все уважают, ценят, любят. Со всеми отношения прекрасные. Так уж со всеми. Мам, я помирюсь с Сережей. Честное слово, помирюсь. В конце концов, не такой уж он плохой, наверное, как в моих разгадах. Просто немножко запутался. Так помоги ему распутаться. Не захочет, вот тогда наказывать будешь. Хорошо. Хорошо, мамочка, я обещаю, я помогу. Ты же должен был быть на охоте, папа. ты почему здесь? Да еще в такой компании. Вот, помощница вам. Вы подождите, Жанночка. Молодой человек, займите даму. Я ждал. в пыточную повел. Уж не ты ли тому виной? А я полагала, что имя Татьяна тебе нравится несколько в ином сочетании. Это в каком смысле? Как будто бы ты сам не понимаешь. Что делать, мам? Хозяин сказал, ждать, будем ждать. Или у тебя есть другие предложения? Предложения-то есть. Права голоса нет. В моей голове не укладывается, как? Что именно? Как ты могла? Ты меня обманула нагло, холодно, расчетливо. Знаешь ли, папочка, ты тоже не образец честности. Сказал, что уедешь, а сам? Ну, мужика-то зачем сюда тащить? Главное, и кого? Ты понимаешь, что он тебе не пара? Значит, против строительного института ты не возражал? Так что же ты имеешь против строителя? А? А ты шустрый. Сумеешь жениться на Татьяне, будешь за барином, как за каменной стеной. Да ладно, куда мне крестьянскому сыну до царской дочки? С такой-то прытью. Ну, если честно, то нас с ней ничего не связывает, и жениться на ней не входит в мои планы абсолютно. Очень, очень увлекательно. Интересно, она знает? Ну, это я посмотрю, тоже здесь не совсем по делу. А вот это секрет фирмы? Сдашь меня Татьяне, я тебя сдам Горин. Ну, я правда хочу понять, чем тебе не угодил Сергей? Ну, что тебе в нем не нравится? Таких молодчиков, как твой Сергей, я вижу за версту и насквозь. И, чтобы прорваться наверх, он пойдет на все, что угодно. А я не хочу, чтобы моя единственная дочь стала ступенькой в его карьерной лестнице. Допустим, ты всему уже дал свое название. Я лестница, он проходимец. Молодец! Послушай меня! Так хватит, я уже наслушалась! Если я для Сергея ступенька, то кто для тебя, Жанна? А что, перед тобой отчет должен держать? Что ты мне допрашиваешь-то? А ты, папочка, для меня пример. Можно сказать, единственный образец для подражания. У кого же мне учиться, как не у тебя, а? Так кто для тебя, Жанна? Мне еще случайно не рано называть ее мамочкой! Неизвестно, кто из нас пострадает больше. А я вот тебе скажу, что делать. Что? Как при вынесении приговора. Ну что, какие планы? Может, в кино? Да, я с удовольствием. Папочка, а можно я пойду в кино? Буду поздно, сразу предупреждаю. Сережа, буду готова через мгновенье. Олег Эдуардович, можно с вами поговорить одну минуту? Молодой человек, вас кажется, ждет дама. А, да. Простите. Простите. Вы извините, моя дочь. Трудный возраст. Думаю, что все знает, хочет жить самостоятельно. Сказывается отсутствие матери. А она... Нет, нет, она жива. Просто так сложились обстоятельства. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как вам не стыдно, молодая леди? Пусть будет стыдно тому, кто стал мне меньше денег класть на карту. И заставляет меня таскать наличку. Грабеж, статья серьезная. Да какой же ты грабеж? Деньги общие. Слушай, ты что, тоже мне собираешься аннотации читать, да? Сначала отец устроил головомойку, теперь ты, спасибо. Я пошутил. Нет, главного, у самого ведь все рыло в пуху. Привел сюда эту Жанну, как будто по работе. Так я ему и поверила. Ну, а может действительно по делу? Насколько я знаю Жанну, она... Насколько ты хорошо ее знаешь? Настолько, насколько может позволить секретарше моего начальника. Слушай, а может давай смотаемся куда-то в кино, а? На какой-то фильм ужасов, а? Ты серьезно? Абсолютно. То, что ты после встречи с твоим папой хочется посмотреть, что-то такого легкого и ненавязчивого. с твоим папой. да, лично я не могу понять, как эта мать может бросить своего ребенка. Бывает, конечно, распадаются семьи, живут разными домами, но какими бы ни были причины, женщине нет оправдания. Так сложилось. Разошлись, как в море корабли. Она в Испании, а я вот здесь. она замужем? Ну, время от времени. Постоянно она в одном. Дочери никогда не занималась. Так что, ответственность мне разделить не с кем. я виноват, что Таня выросла такая никчемная. Может быть, много баловал, жалел, все-таки без матери растет. Да, когда ребенок растет без отца, про него говорят, что он наполовину сирота, но когда он растет без матери. Ну, я сделал все, что мог. Может быть, времени не хватило на воспитание, но, ну, не знаю. Ну, у мужчины другая роль, он деньги зарабатывает. Да, с этим я справляюсь успешно. А почему вы снова не женились? Неужели за эти годы вы так никого не встретили? Или вы однолюбы? Однолюбы — это несчастные люди. Я лично к ним никакого отношения не имею. Были в моей жизни женщины, естественно. Не в пустыне ведь живем. Так вот, как-то не складывалось. Но я надеюсь, одежды не теряю. не теряю. А наша гостья поет, не. Дела налаживаются, а? Я надеюсь, ты ее не обижал? Ну, разве обиженная женщина поет? кстати, у нас были гости. Званые, я надеюсь? Ну, во всяком случае, приятные. Для тебя. Таню, что ли? Да. Навещала больную коллегу. Так она, что, больше не обижается, что ли? мне кажется, она по-настоящему тебя любит. Кажется. Конечно, ты же у нас гроссмейстер любви. Это ты у нас гроссмейстер. А еще любители одновременной игры на нескольких досках. Как прошло свидание? Какое? Ты что, на несколько, что ли, успел? Не, ну, с какого ты вернулся? А, нормально. В этой игре я задаю правила, право? Ты смотри, не заиграйся, а то попадешь в цук-цванг. А это что? Ну, есть такое понятие в шахматах. Когда тебе, вроде бы, ходить есть куда, но каждый твой ход неотвратимо ухудшает позицию. Когда рубишь сук, на котором сидишь, что ли? Ну, или висишь. Мне бы очень хотелось работать у вас, Олег Эдуардович. Олег Эдуардович? А кто это? А, я его знаю. Его здесь нет. А где же он? Его можно встретить в здании министерства, у себя в казенном кабинете на приеме или за столом переговоров. А кто же тогда вы? А, а я просто Олег. Понятно. Я, вы знаете, против более теплого обращения тоже не возражал бы. не возражал бы. Значит так. Олегу я хочу сразу сказать, что у нас возможны только деловые отношения. Интим мы, как говорится, не предлагаем. Понял. Так, я вас слушаю. знаете, я с Гориным работаю очень давно. И за это время он затащил меня под свой формат настолько, что я понимаю его с одного взгляда. при этом я у него была, так сказать, специалистом узкого профиля. В общем, пока я войду в курс дела, адаптируюсь, одним словом, для меня все это непросто. Жанночка, вы не беспокойтесь. Перезагрузка даже такой сложной системы, как вы, время много не займет. тем более, что вы человек способный, адаптируйтесь быстро. А по поводу деловых отношений, деловыми ли они будут или более близкими, ваш выбор. Никогда не говори никогда. это сказал. Кто? Бонд. Джеймис Бонд. Бьет, значит, любит. Кто придумал такую пословицу? Да кто? Моральный урод придумал. Ты бы видела, Ань, какие у нее синяки на лице. я бы не вернулась к своему мужу, если бы он меня ударил. Ну так вот она тоже не хочет возвращаться. Слушай, ну какой Сергей у тебя добрый, а? Ведь не каждый бы пустил в дом к себе чужую женщину, даже если бы она попала в беду. А он ее и пустил, и пожалел. Ну вообще. Знаешь, Анька, он правда очень хороший, он добрый. Главное, совершенно не жадный. Как брата любит. Он, можно сказать, просто его вырастил. Ты знаешь, какой он специалист? Он любой чертеж может прочитать за пять минут. А его проекты, это не проекты, Аня, это просто замки. Хорошо настоящие, Аня Воздушная. Хоть бы тебе повезло. Слушай, ну может, ты все-таки будешь с ним помягче. Простила бы ты его. Сама же говоришь, он хороший. Честно? Я его уже давно простила. Я просто виду не показываю. Гордая. Смотри, чтоб гордыни не стало. Да какая гордыня, когда я только что от него. Ну жалко, что его дома не было. А ты знаешь, с другой стороны, может быть, и к лучшему. Пусть это ему будет маленький намек на то, что я готова с ним помириться. Значит, все же готово. Готово. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»